На российских дорогах за привычку, без долгой бумажной волокиты. Участники дорожно-транспортных происшествий могут не вызывать сотрудников ГАИ, лишь в некоторых случаях. Когда произошла незначительная авария с участием двух машин и нет жертв, а еще не повреждены фонарные столбы, дорожные знаки и имущество пассажиров. Раньше в этих случаях можно было оформить европротокол, если оба водителя застрахованы по ОСАГО. Процедура оформления происшествия без полиции через приложение «ДТП.Европротокол» состояла из двух действий. Фотофиксации данных о ДТП в мобильном приложении, а затем оформление извещения о нем. Такая система в России была запущена с 2015 года. При этом наличие фотофиксации увеличивало лимит выплаты по страховому случаю до 400 тысяч рублей. Автовладельцев привлекала надежность приложения. Однако у него, по оценкам экспертов, был главный недостаток – оформить извещение о ДТП в онлайн-режиме невозможно. Необходимо было по старинке на бумажном бланке ставить подписи и ввести свой экземпляр извещения в страховую компанию. На замену уже привычного приложения пришло другое – с более патриотичным названием «Помощник ОСАГО». Благодаря ему автовладельцы смогут сразу оформлять извещение о ДТП вместе с фотофиксацией. При этом вручную уже не нужно вписывать данные участников, они автоматически поступают с портала госуслуги. Оформить ДТП можно сразу на месте происшествия и не ехать самим к страховщикам. На заметку, если у второго участника аварии нет приложения для оформления Европротокола и технической возможности его установить, то это можно сделать с одного мобильного устройства. Второму участнику будет достаточно считать QR-код и подтвердить правильность указанных данных.